Привет тебе, любитель стратегий! Ты слышишь Алексея Халецкого. Это значит, что ты на канале Лёша Играет. И у меня проблемы со стримами в последнее время. Вот я два раза стримил Old World, проходя за Рим. Но, к сожалению, постоянно проблемы какие-то, поэтому я решил дальше хотя бы просто прохождение позаписывать. Я хочу тут доиграть, поиграть это дело. Мне кажется... Ну, мне интересно в любом случае. Мне интересно, зависит от вас, от ваших комментариев, как вам это будет. Первую серию, если вы вдруг не видели, посмотрите, ссылка в описании. Ну, это был стрим, всё-таки там с комментариями в чате. Ну, конечно, стримы поприкольнее, я ничего не могу сказать. Я бы с удовольствием побольше стримы делал, но, к сожалению, вот есть проблемы. В любом случае, у нас тут второй король Кейсо хороший уже, 45 лет. С кем у нас тут проблемы имеются? Так, это религии. Ну, вообще, вы видите, уже с римским язычеством минус 26, потому что мы... Иудаизм, по-моему, я иудаизм принял. Да, иудаизм принял, и его надо распространять. Но для этого в Беневентуме вот ещё пять ходов будет последователь делаться. И пойдём его сначала в Рим распространим, а тут уже тоже начну последователи делать и распространять дальше. Так, с семьями вообще офигительные отношения. Кстати, интересно, влияет ли то, что... Да, видите, минус 26 только от религии, так что это нормально. Это терпимо. Что у нас с племенами? Войны вроде ни с кем нету из этих ребят. Даже с нумидийцами я, по-моему, мир заключил или нет. Вот, тут у нас тут нашествие варваров имеется, правда. Вот это проблемка, несомненно. Ну, во всём остальном вроде всё норм. Давайте строительством заниматься. Тут я архив второго уровня доделал. Архив второго уровня даёт 4 науки вход и по завершении 30 науки. Да, ну так, 4 науки вход, по-моему, неплохо. Это как минимум, извините, 5% от моей теперешней науки. Берему. Стоит ли мне с этой стороны Берему построить? Как бы посмотреть, что там у Вавилона. Знаете, кто там? Что там у Хохлофа? У нас тут, что там у Вавилона. Египет воюет с Карфагеном. Как видите, какая тут у нас... Какие у нас тут события? А, я отправил прошлым ходом моего шпиона внедряться... Вот я не помню. Видите, он 3 хода внедрится? Да, в Грецию. В Грецию внедряться. Да, это правильное решение. Откроем территорию Греции, потому что она тут по количеству городов самая большая. В общем-то... Да, тут, конечно, интересные битвы происходят. Надо будет в переходе хода посмотреть, что там. Ну, давайте что-то тогда в Устье. Можно, опять же, спеца посадим. Тут все спецы требуют количества населения. Вот у нас 3 жителя. То есть, в принципе, я еще 3 спецов могу посадить. Надо ли мне? Это только вопрос. Если... Наверное, нет. Наверное, нет. Я бы здесь уже здание рабочими делал. Нормальные... Да, давайте, наверное, тогда тут еще одного рабочего построим. Здесь специалиста одного сюда, в офицеров. Видите, вот здесь в зданиях, как раз в отличие от улучшений, вы можете трех уровней делать. Ну, давайте я пока первого уровня поставлю офицеру. Он будет давать 4 военных очка. Вход плюс 20 экспо новым юнитам. Я поэтому здесь это и делаю, потому что этот город у меня юниты производит. И 3 науки. Но это... Все специалисты в таких зданиях. Так, и тут я... Акалита... Посажу для культуры. Потом это следующее будет у нас. Или нет, давайте... Нет, давайте я офицера пока сделаю. Может, тут юниты буду строить. Наверное, давайте Акалита... Как-нибудь попозже. Так, что у нас со скаутами? Этот стоит... Этого я специально, по-моему, здесь... Так, давайте-ка попробуем с этими варварами разбираться. Блин, этот посильнее. А у меня какие-нибудь юниты еще поблизости есть. У меня вот... Я боюсь, что у меня эти варвары тут сейчас все нафиг поломают. Может, отхилиться. Ну, если это все, 5 хп будет. Маловато. Давайте, наверное, хотя бы попробую... Этого добить. Я тут, пожалуй, скаута подставлять буду. Так, что у нас еще с юнитами? Ага, тут мы с нумидийцами разбираемся. Я там, по-моему, строю... Нет, не строю посила. А, вот где у нас посил. Но этого посила я вот сюда вел. По идее. Ладно. Рабочий, рабочий, рабочий посил. Так, давайте разбираться с нумидийцами. Тут у нас уже топорщики все-таки, а не мечники. Так. Когда захватили этот лагерь, у нас произошло... Произошло событие под названием освобожденный. Освобожденный. Так. Какой-то... Ну, каких-то... В поселении нумидийцев были какие-то... Пленники. Десятки сограждан и граждан Рима приезжают сюда. А, они были захвачены, видите, и многие родственники уже считают, что они даже мертвы были. Так что мы их освобождаем, и это требует празднования. Либо мы два жителя в капу и получаем, либо... Либо мы освобожденных берем в армию. Ну, то есть, либо дать им вернуться к семьям, либо берем в армию, но тогда повышается уровень недовольства в капу, и зато получаем эксмана. Я бы, наверное, вот это сделал. Там капу мы только поставили, там уровень недовольства не такой уж и... Кстати, а к какому городу он? А, ну он к капу и относится, так. А капу и у нас... Фабиев, странно. Что-то вот как будто этот не к Фабиам относится. Нет, Фаби. И тут Фаби. Почему он другого цвета? Нет, вру, он вообще никакой семье не относится. Нет, я перепутал. Да, ну ладно. Ну ладно. Какой у нас еще этим юнитом? Ну, мне кажется, тут нету смысла. Я бы, хотя этот как раз юнит здесь оставил, чтобы он эту территорию держал для поселенца. Оставим здесь, наверное. Так, этот скаут тоже хайс стоит. Беремой, плаваем, открываем территории. Хочу полностью этот пролив открыть. Так, у нас еще шесть приказов и четыре... Опять же, тут рабочие не захватываются, как в пятой или шестой цели у них есть свои хитпоинты. То есть, только их убить могут. Я не думаю, что он будет их убивать, поэтому я их тут пока подержу. Ну, тут у нас светилище построено для увеличения выхлопа шахт. Плюс 20% для близлежащих пастбищ. Нет. Так, я думаю, что нам надо гарнизон вот тут построить. Ну, гарнизоны позволяют губернаторов в города определять. Так, этот парень у нас пропускает ход. И у нас два рабочих осталось. Давайте, наверное, я кустарники повырубаю. Раз, два. Сюда подхожу. А второй рабочий здесь. Может, здесь каменоломни пока организовать? Вот тут будет хорошее каменоломня. Кстати, смотрите, хэмлеты. Ну, кстати, они в четвертой цели были как коттеджи переведены. Ну, давайте будем, не знаю, хуторами считать. Но они считаются здесь как городским строением. То есть, если мне где-то надо... Но я бы здесь рядом с горой все-таки каменоломни строил. Видите, вот рядом с горой плюс 10. Тут плюс 10. Тут я поставлю плюс 10 будет. С другой стороны, конечно, здесь тоже неплохо было бы фермы на реке. Но горы у меня только вот в нескольких местах. И я бы их все-таки на камне делал. Поэтому давайте каменоломню. Все, приказов нет. И мне интересно посмотреть на битвы вот здесь. Конечно же. И, кстати, вижу я это только благодаря вот этому скауту. И, между прочим, я могу теперь попробовать вот этот стать агентом. Но у меня приказов пока. Приказов не осталось. Надо попробовать механику с агентами. Давайте закончим ход. Здесь не знаю, кто первый будет ходить. Карфаген или Египет? Египет. Оп, оп, оп. Минус юниты все. Карфагена. А Карфаген я даже не увидел, как походил. Блин, я там убили кого-то. Так, королева Дидона Великая Карфагенская умерла. Теперь правит королева Бальзавель Новая. Окей, но Карфаген нам фиг знает где. Христианство основано в Ости. Ничего себе. У нас еще и христианство основано вместе с иудаизмом. Королева наша мама в римские язычества перешла. Герцог Аулус получил плюс один к храбрости. И наш сын стал следовать римскому язычеству тоже. Да, тут, конечно, есть... Смотрите, а у меня с нумидийцами-то война или нет? Что-то не пойму. Вроде как... Ну, тут было бы отмечено, что война. Похоже, все-таки мы каким-то образом там замирились. Нет, в войне, в войне. Зря вот тут не отмечено. Нет, а, наверное, вот это отмечено. Вот это война, да. Меч это и есть война. Ладно. Да, мечника мне завалили. Это плохо. Так, мне надо, очевидно, перебрасывать туда... Прачника. Причем, по-моему, я открыл лучников и могу в лучника апнуть. Парня, нет? Не открыл? Странно. Ну, давайте тогда хотя бы уровень дадим, что ли. Да, ну, у нас тут... Ну, мне кажется, аретью они не могут взять. Так, давайте мы одним прачником... Блин, я ему могу прокач... Не, наверное... Нет, ну, или дать прокачку. Непонятно. Давайте дам прокачку пока на фокус. Так, здесь... Здесь надо беремму возвращать и перебрасывать туда к варварам мои юниты. Вот эти. Пока берема не приплыла, можно постоять, я думаю. В аретиуме тоже архив второго уровня построили. Подождите, не аретиум, почему-то открылся. А, это Рим. А ретим следующий будет. Архив второго. Ну, давайте тоже форум пока. Или... Или посело. Шесть ходов. Мне есть куда заселиться. Мне есть куда заселиться. Вот эта территория, тем более, еще беремен как раз приплывет. Чтоб перебросить. А этот поселенец у нас вот сюда намыливается. И у меня будет такая... Ну, вполне будет приятная империя, в принципе. По количеству городов. Так, что у нас по событиям? Христианство. Молельщики или как это лучше... Молельщики со всех концов... Прихожане, прихожане со всей страны приходят ко двору в поисках руководства. Рим готовится принять христианство в качестве государственной религии? Вопросительный знак. Нет. Мы не будем сейчас принимать решение. Тем более, что у нас иудаизм недавно принят. О, ну медийцы хотят мир, походу, предложить. Оба варианта минус одна легитимность. Но это они хотят, чтобы наш наследник Валерий женился на одной из... Давайте не будем. Давайте не будем принимать, потому что я там хочу тот город. Тем более, что они тут никак не нападают. Прямо скажем. Так, в Оретеуме давай... Может, стены построить? А это какого... Какой семьи город? Ага, Клавдиев, да? Ну, надо, наверное, воина. Я воина сделаю, просто апну его. Ну, это быстрее будет, чем 8 ходов делать топорщика. Я понимаю, что это, конечно, не военный город. Ну, что поделать, у нас тут проблемы. А потом надо все равно будет с намедийцами разбираться. Так, этот шахт тут тоже сделал. Тут вообще приличный очень выхлоп, конечно, в этом городе от шахт. И от... Деньги и... Ну, и железа, соответственно. Наверное, продолжу шахты делать тут. Блин, у нас, кстати, верблюды есть. Мы сможем... Ну, их сейчас нету, но я добавлю клетку. Или, может, какое-то строение. Так, тут нам бараки предлагают, но это не тот город. Тут у нас будут каменоломни. Тут нам предлагают лесопилку. Вообще, я бы на лесопилке как-то упор сделал, например, в этом городе. Так, тут я одиум, походу... Давайте вот тут лесопилку тогда. Так, тут мы стоим. Ну, давайте гарнизон. В каждом городе нужен гарнизон для губернатора. Здесь я жду пока... А что нам, кстати, улучшает лесопилки? Какой улучшает? Ну, все, ладно. Все равно здесь буду лесопилку строить. Плюс 20 для близлежащих пастбищ. Если бы у меня были хотя бы два пастбища как-то рядом, хоть в каком-то городе, то у меня все пастбища как-то далековато. Какие у нас еще? Больше нету никаких светилищ, да? Ну, лесопилку. Это самый дорогой ресурс сейчас. Я смогу... Ну, у меня хотя и денег и так много. Так, давайте я этим рабочим буду перемещаться ближе к столице. Тут и так у нас два рабочих имеется уже. И опять хочу посмотреть на то, как будут воевать Египет и Карфаген. Тут, очевидно, Египет в атаку переходит. Вот этот у него более современный копейщик, юнит. И вот топорщик есть. У Карфагена одни мечники. А он, кстати, только что апнул в топорщика. Ну, защита аретиума стоит, так что, я думаю, выдержит. Так, Египет заключил мир с нумидийцами. Фабии тоже конвертнулись в римский... В римский... В римское язычество. Монастыцизм открыт. Я уже забыл, ради чего я это пытался открыть. А, Гроувс надо строить. Я могу, по-моему... По-моему, я теперь могу Гроувс строить, так? Бесплатный лучник или просто открыть? Да, конечно, надо лучников открывать. Так, давайте попробуем выбрать между... Монотеизмом и политеизмом. Либо... Я еще могу... Тут просто легализм принять. А это одна... Одна из наших... Амбиций. Но дело в том, что он просто пока не работает. Ну, потому что он будет давать каждому монастырю плюс два цивика. Монастыри мы не можем строить. Ну, это строят эти вот дисайплы, последователи. Но, с другой стороны, плюс пять процентов к распространению религии. Хорошо. А что нам дают монотеизм, политеизм? Каждый город с религией плюс один приказ. Но минус двадцать четыре денег содержания, а политеизм? Бесконечное число святилищ. Вы знаете, давайте, наверное, монотеизм все-таки приму. Дополнительный... У нас в любом случае получится дополнительный приказ, так? А легализм сколько стоит принять? А-а-а, тут немножко по-другому. Он вообще не стоит принимать. Нисколько это принимается... А, эти дисайпл создаются, я забыл, какой-то делается, да. Ну, а что у нас только этот вариант? Монотеизм возьмем. Дополнительный приказ, считайте. Будет. Ну, и когда еще дальше распространим, еще больше приказов, так? Дальше беремой. Возвращаемся. Юнитами. Блин, и тут больно моего этого... Мочат. Так. По идее, прачника этого не должны убить, мне так кажется. Я ближе подойду, потому что дальше... Я меньше урона нанесу, я уверен, все равно эти два конья смогут проатаковать прачника. Что я лучше так... Я боюсь, что они этого убьют прачника, но аретиум еще не берется, видите, вот защита его не снята. Так. Посел стоит. Этого мы потихоньку сюда подводим. Сейчас хочу посмотреть, что другие... Ага, что я тут добавил? Соль, по-моему... Не, серебро. Я так не понимаю, почему до сих пор у нас... У нас сидит тут специалист. Почему-то у нас серебро... Или серебро все-таки трейдебл. Ой, не серебро, а эти драгоценные камни. Почему их как бы... Как будто они у меня не в сети. Что-то Сирия. Вот тут Сирия у меня у границ. Вот это... Блин, я думал, она далеко, а тут, собственно, граница с Сирией. Это... Грустно теперь. Так. Давайте, наверное, пока начну с лесопилки. Так. Тут я больше лесопилок не могу делать, да? Тут у нас Фабии. Ну, тогда давайте Бараки. Тут я бы Бараки построил. Плюс 20 близлежащим... Ну, вот здесь, наверное, можно это светить. Блин, я бы тут с Бараков начал все-таки. Поэтому, грустно, потому что это военный город, и я здесь буду юниты строить стопудово. Так, лесопилка еще готова. Еще Бараки предлагает строить. Не, у меня там спец строится, пока не надо. Так, и вот этого подводим к столице. Когда же тут... А, вот, кстати, вот тут лес уже вырос. Я тут вырубал лес, он вырос. А здесь еще нет. Когда же он вырастет обратно. Так, смотрим, что у нас тут на фронте Карфагены. Как бы мне Ассирия войну не объявила. Там, кстати, и Грек тоже сверху. Вот тут, видите, остался лица на этой... На этом берегу, и сразу проблемы начинаются. Очень меня это... Расстраивает. Блин, я опять не проверил скаута в этого. Кстати, я сейчас должен Грецию увидеть. Все. Так, я теперь известен как сильный. И наш шпион благополучно внедрился в греческую территорию. Дорога... В рай или Дорога на небо... Процессия... В столицу входят процессии египетских святых, ищущих знамения от своего божественного хозяина. Эти ищущие хотят доказать свою ценность, и они надеются учиться... ...нашего верного консультанта. Так, либо мы даем священное учение всем, получаем плюс 20 отношения к Египту, и Египет получает монастыцизм. Либо мы им не даем ничего, и минус 80. Ну, вообще, у нас с Египтом плюс 324, у нас союз, кстати. Наверное, давайте не будем давать, нафиг надо. Так, беремой подплываем. Так, как бы мне так встать? Она двигается на... Сколько клеток? На 3, да? Так, встать, чтобы перебросить юниты. Ну вот, по идее, если я сюда становлюсь, то... Да, должно хватить. Давайте так. И на якорь. Нет, нарисовано. Ладно, наверное, следующим ходом можно будет. Давайте я вот этот юнит и вот этот. А этот сюда будет стоять, держать территорию. Так, давайте, наконец, скаута внедрим. Я бы в Карфагенский город внедрил 200 монет. Так. И что? Вот он тут находится. Что он дает? Сделайте Децимуса, министра Децимуса, агентом в Арваде. И вообще, вверх я потрачу 2 приказа. Но он будет давать плюс 1,8 цири. Ну, как-то немного. Ну, давайте попробуем. Я не знаю. То есть, если это всего лишь он дает цирики, то как-то немножко странновато. И давайте, кстати, на Грецию теперь глянем. Собственно, не так много она занимает территорий, как мне казалось. Тоже фивы, кстати. Ну, на самом деле, фивы и в Греции, и в Египте. Это немножко разные фивы. Ну, нормально так, расселен. Нормально. Так, пока я не хочу шпиона. Я хочу денежек пока поднакопить. Возможно, они понадобятся. Фу, не убили мне пока прачника. Слушайте, я бы этого прачника как-то попытался спасти. Давайте похилимся просто. А вот этим... Знаете, наверное, вот этого проатакую. Так, пропускаем ход. Пропускаем ход. Пропускаем ход. Здесь давайте лесопилку, наверное. Я хочу так... Серьезную... Промышленность лесопилочную организовать. Тут уже 10 с половиной, потому что соседство. Сейчас тут построю, еще будет вообще 11 камня давать. Ну, маловато. Камня это для проектов надо. Пускай делает. Все, все, даже 3 приказа осталось. Так, тут у нас сетлер. Тут у нас спец. Там рабочий. Там дисайпл. Ну, у меня все еще мало городов, на самом деле. Все еще мало городов. Кажется, вкапаю я зря архив. Мне тут надо тоже на военные рельсы ставить. Так, он там грабит нам шахты, но... Некрополь в Египте создан. Это чудо. Два котячка победы добавляет. Каждый храм дает плюс 2 культуры. Дальше король Вавилона умер. Лабаш Мордок. Теперь король Лутипри Новый. И статиус стал главой Клавдив. Ну, у меня какой-то умер. У меня канцлер, по-моему, умер. Или это я канцлера отправил шпионом. Так, вот эту давайте уже наконец откроем. А, нет, да, умер. Умер канцлер. Жаль. Нет, не канцлер, это посол. Давайте нового посла выберем. Так, либо Астартума Младше. Мудрость, харизма, храбрость. Либо Аришат Строитель. Ну, странно, Аришат Строитель послом направлять. У него только дисциплина 3. А, нет, это предложение о браке Валерия. Тьфу-то, это не... Не посла я в горы. Ну, кстати, блин, с другой стороны, нафига мне с Карфагеном улучшать отношения? Хотя вот это ничего так выглядит. Ну, в плане хорошая царица будет, мне кажется. Давайте эту возьмем все-таки. Так. Я бы это перевел как гнусные слухи. Неудивительно, что две ваши вассальные семьи ссорятся. Семья Юлиусов обвиняет Фабиев в распространении о них порочных слухов. Солкнувшись с этим, старейшины Фабиев заявляют, что ничего не знают о таком... Ничего такого не знают, короче. Каждая семья предлагает нам подарок в поддержку их мнения. Так, а есть у нас... Кстати, я могу снихать 600 монет, 9,225 железа и все обе... То есть взять подарки, но никого не поддержать. Ну, у меня, по-моему, хорошее отношение вообще со всеми сейчас, с семьями. Поэтому я, наверное, возьму подарки и никого не поддержу просто. С Фабими вообще вон 327, да? Ну, офигли. Собираем дань со всех считать. Вот это я, конечно... Ну, не очень хорошо. А, слушайте, это уже даже не варвары, это этот... Прибежал. Так, давайте я сюда перейду. Так, и так. Эта тварь... У меня, видите, надо за 8 ходов починить, иначе она просто исчезнет. Вот то, что он меня разграбил. Так, ну что, я могу переправиться? Да, могу. Это надо туда к нумидийцам. Добить и этим поселенцам идти селиться там. Собственно, наверное, можно уже подходить даже. Так, и последний рабочий. Так, мне надо что-то уже какие-то... Я думаю, нормальные строения в Риме делать. Давайте вот здесь. Тут у нас есть гарнизон, есть подиум, да? Стронгхолд, я думаю, не нужен. Амфитеатр. Давайте. Как бы лесопилки тут. Такое себе. Наверное, лес можно бы и вырубить. Через два хода я смогу вот эти все штуки присоединять. Так, у нас есть 4 приказа. Во-первых, давайте... А, у нас даже нету никого подходящего на посла. Фигово. Это фигово. Так, ну раз у нас деньги появились, давайте тогда отправим этого парня исследовать. Ну вот, видите, вот, кафе тихи можно красть. А, требуется обучение, видите, чтобы это красть тихи. Давайте я пока в Ассирию отправлю. А что такое сленда? Ленда Нейшн. Действие какое-то. Какое-то вот действие. Это типа... Клеветать. Тут может клеветать. Да, да. То есть, обклеветать какую-то цивилизацию. И что? 60% что получится. Кстати, видите, влияет от харизмы. Вашего шпиона. И все от цивилизации к Египту минус 40 отношения будут, например, иметь. Ну, это... Это, конечно, интересная штука. Но пока непонятно. Пока непонятно, как это... Ну, давайте вот наверх глянем. Сам по себе Египет. Где он тут? Вот, Египет, да? Минус 77 со Сирией. Минус 42 с Грецией. Минус 214 с Карфагеном. Минус 2... Слушайте, а он и с Вавилоном тоже воюет, что ли? Да? Нет смысла оклеветовать Египет. С ним и так все соседи воюют. Что у них тут, кстати... С вами... Вообще тяжеловато вот в этом месте воевать. Мне кажется, Египту было бы лучше вот так идти. Так, манихаизм распростран... Манихи... Как он? Манихаизм, по-моему. Распростран... А, основан в арете. У меня, блин, у меня уже 4 религии основаны. Так, у нас есть наследница. Принцесса-консорт Аштарта. И наш один из губернаторов уже в иудаизм переходит. Отлично. Так, тут мы начинаем заниматься нумидийцами. Кстати, генералы появились. Да. Вы прикалываетесь? То есть, вот это только что родивший... Нет, подождите, или это наша... Нет, да, принцесса-консорт Аштарта. Это жена. Наследник от фута. Я думал, появившись... А кого они там родили и тогда? Давайте глянем. Да, Валерий Аштарта. Тактика, кстати, неплохой. Герцогиню Камиллу. Камиллу де лакур, наверное. Не, не буду я ее в генералы... Добавлять не хочу. Пускай там сидит. Так. Подходим атаковать. Так, а здесь я бы подошел и апнулся в лучника. А этим пока не можем апнуться, потому что он не полностью здоров. Апаться только... Только эти тоже очень логичные нововведения. Ну, как нововведения-то? Просто механика логичная, что апгрейдится только, когда полностью юнит здоров. Так, в бенивентуме я дисципла закончил. Ну, я дальше дисципла буду в Риме делать, потому что там, видите, от еды зависит. А как раз у меня Рим в этом плане самый крутой. Тут, пожалуй, форум тогда. Так, ну, дисципла надо сначала использовать для распространения религии в Риме. Опа, и распространение, ну, к сожалению, мы используем юнита. Но это, кстати, один в один, как в четвертой циве. На самом деле. А теперь мы тут можем идти где? Вот четыре ходов. Там восемь ходов, а тут четыре. Почувствуйте разницу, как говорится. Так, дальше. Здесь я сделал рабочего. Ну, пора какие-то юниты уже, я думаю, устроить. А именно... Мне, конечно, советуют колесницу. Три перемещения, пять атаки. И они начинают сразу вот с этой прокачкой. Может атаковать... Может атаковать еще раз после битвы. Давайте, наверное, сделаем одну колесницу. Почему нет? А потом я бы, наверное, здесь беремую сделал. Кстати, почему нет? Но у меня тут есть рабочий. И рабочим мне предлагают крепость. Ну, не знаю. Плюс 20% за близлежащие бараки. Не знаю, не знаю. Давайте вот это святилище все-таки сделаю пока. Последнее возможное святилище. Так, и тут подходим по селам. Так, тут я могу губернатора. Исполь... Нету кандидатов, правда. Блин, а что у меня так мало народу? Какие у меня еще рабочие тут доступны? О, давайте вот это вапнем. Блин, уже дерево некое. Тогда лесопилки. Тогда, собственно, вариантов особо нет. Строим лесопилки, раз мне постоянно леса не хватает. Здесь бы я вырубил эту лесопилку, а бы здесь что-нибудь другое. Ну, то есть, она тут не в тему просто. Она даже ни с чем соседствовать не будет. Может, ферму тут еще одну. Как раз девяточка. Давай, так, сначала вырубаю просто... Ну, у меня один приказ остался. Я сейчас не смогу даже все равно ферму, потому что это будет... Три приказа надо будет, чтобы ее строить. Что-то вырубить лес, убрать, очистить вообще от леса и начать строить, собственно, ферму. Пока заканчиваем. Ну, я это все успею отремонтировать, по идее. Вот это, конечно, вот этот рейд мне кровушки попортил. Очень неприятненько. Ну, игра притормаживает. Если кто-то думает, почему игра притормаживает, потому что в раннем доступе и тупо не оптимизировано. Греки начинают мавзолей строить. Ворота Иштар в Персии закончены. Вся семья Юлиусов конвертится в иудаизм. Это очень хорошо. Герцог Аулус, наш брат, христианином становится. Агент Децимус, министр. Сейчас глава семьи Клавдиев. Это который, как видите, в городе Карфагена сидит. Канцлер Луцила, глава Юлиев. И наша жена нашего наследника заболела. Не очень хорошо. Блин. Наш шпион умер, походу. После смерти Гнея, его семья проводит похоронную процессию в честь его военной карьеры. Они наняли актеров, чтобы они облачились в маску его предков. Им нужна фигура, чтобы ехать сзади в триумфальных регалиях. Ну, в триумфальных регалиях, лучше так. Ну, мы, трон, правление обычно не платят за такое упоминание. Но Гней был любим среди людей. Так, ну, чё. Либо мы говорим, это вообще ответственность семьи воздать ему честь. Либо, давайте, а что там с Юлиями у нас, как у нас вообще отношения с Юлиями? Вообще-то 201, тем более они иудеями стали. Слушайте, они как иудеи, иудея поймутся себе. Я им не дам денег. Я ещё, смотрите, я ещё и становлюсь бережливым. Минус 20% к стоимости. Ну, конечно, конечно, нет. Конечно, не дам. Минус 20% к стоимости улучшений. Так. Великий статиус учёный умер. На похоронах присутствуют лидеры многих стран, включая королевскую семью Ассирии и молодой ассирийский наследник Эзархадон потребляет больше вина, чем ему полагается. И становится весьма откровенным, называя покойного отвратительным негодяем и глупым козлом. Он даже делает резкие угрозы в адрес уцелевшего... ну, двора. Ну, в общем... Либо мы говорим, что не требуется никаких извинений. И говорим, Эзархадон просто не знает ничего лучшего. Тогда Эзархадон получает минус 2 к харизме, но... при этом... ну, как бы хуже к нам относится к царю. Либо мы говорим, что это поведение отражения всей царской семьи. Тогда, как ни странно, этот принц к нам лучше относится, но зато король Ассирии хуже. Ничего не хуже, он не хочет... не хуже, у него просто минус 2 дисциплины. Давайте вот тогда второе выберем. Да, наш шпион погиб. Ну что, принцессу придется... Давайте пока не будем выбирать. Хочу посмотреть, может, посла... О, посол появился. Ну, правда, такой себе, что есть. Ну и, к сожалению, мы не смогли, я так понимаю, внедриться в Ассирию. Ну, давайте эту принцессу выберем. Пока не буду тогда внедряться, подожду. Так, нумидийцев очередной выболи. Культ пламени. Ученые изучили все святилища, резные фигурки и статую, изображающие военный корабль. Статуи вокруг святилища, посвященного огню. Они считают, что эти сокровища связаны с культом храмо... с культом пламени. Древняя... Древней племенной религии, которую практикуют многие наши подданные. Ну, либо мы можем эти монументы, как бы, у себя в городе поставить. Тогда король получает плюс один к мудрости и снижает уровень недовольства в Аретиуме. Либо просто их... То есть всего лишь 104 введения. Давайте в городе поставим. Просто могли их разрушить, это всего лишь 104 к эгиптивности. Мне кажется, это маловато. Так, давайте город основывать. Вопрос только где? Я бы, наверное, вот здесь поставил. Блин, там еще нумидийцы. Так. У нас всех семей по два города. Но здесь явно не надо Фабиев ставить. Подождите, разве Фабиев у меня только два города, а там Юлия? Ну, я бы Фабиев здесь ставил еще. Значит, здесь либо Юлиев, либо Клавдиев. Походу, Клавдиев надо. Потому что они поближе будут. Да. Давайте, Клавдиев. О! Я теперь известен как благородный. Ну, не я, король Каэсу. Король Каэсу благородный. Так, давайте займемся этими ребятами, наконец. Так. Лучники уже побольнее стреляют. Тут начинаем восстанавливать шахты. Видите, за один ход все восстанавливается. тут, собственно, ферму восстановим. И, так как я тут достроил гарнизон, могу ли я губернатор? Ага, тут есть губернатор. Отлично. У Клавдиев был губернатор, а вот у Юлиев не, ну, как бы проще можно тут смотреть. Так, насколько это проще? Вот, доступные губернаторы, видите? У Фабиев четыре штуки. Не, подождите, или это просто уже губернаторы? Ну, вообще, доступные губернаторы, да. Вообще, вот у Юлии канцлер Люцила, но она канцлер, видимо, поэтому не может быть губернатора. Или она здесь сидит уже? Нет. Блин, у Юлиев что-то вообще нету никого. Печалька. Фабиев, вот губернатор, тут тоже сидят губернаторы. Ладно. Так, что еще? Мы начнем в этом городе с рабочего. Так, дальше лесопилки. Видите, вот за соседство уже тут шесть будет. Ну, мало, плюс сорок два я даже еще не могу. Так, здесь, значит, ферму. если Z нажимаешь, видите, убираются все улучшения, но очень медленно играет, обрабатывается. Нажимаю Z, убирается, вот все, что тут растет, построено. ферму. Так, тут мы продолжаем. Давайте отхилю. Последним приказом надо доотхиливать этого прачника, чтобы апнуть в лучниках. Блин, мне вот не нравятся вот эти лучники третьего уровня, прокачанные на фокус, блин. Охренеть, этот лучник, охренеть, мне, наверное, Ассирия пойдет забирать мне такое еще. Хотя минус сорок всего отношения. Может, как-то улучшить. Не, подожди, это религия. Сорян, это отношение с зороастризмом, а с Ассирией минус шестьдесят... Ну, это как бы с королем, но все равно. Минус шестьдесят восемь, это он явно... И он явно намного сильнее меня. Так, а где к нам расстроен? Да, намного сильнее. А есть вообще, кто не намного сильнее? Есть такие? Неа. Господи, так они меня снести могут вообще. У меня альянс только с египетом. Это, конечно, страшно. Так, Ассирия заключила перемирие с нумидийцами. Король Александр могущественный в Греции умер. Теперь новый король Периандр. кориандр, блин, Периандр. Висячие сады, законченные Египтом. Рейд около нумидийского... Короче, вот здесь вот варвары еще появились. Это фигня. Не фигня, это плохо, имеется в виду, а не то, что тебе прям фигня-фигня. Так, средства для веры. Миссионеры из Ассирии прибыли в столицу для продолжающегося распространения зороастризма в Риме. Многие из наших наций хотят поделиться верой и будет мудро оказать кое-какую поддержку. Ну, в принципе, я бы, наверное, поддержал тогда зороастризм. Просто, чтобы немножко улучшить отношения со Сирией. Пускай распространяется, у нас все равно будет иудаизм посильнее. Так. Угу. Ну, постоянно подходим, то есть я использую беремму, чтобы перебраться. А тут уже, видите, делаем. Ну, я тут чисто сейчас в Риме, чисто миссионеров, я хочу сделать упор на религию. В каждом городе все распространяется. на самом деле, вот так, троих. Мы можем две религии распространить в два города, и дальше она уже сама будет неплохо распространяться. Так, в Антиуме я офицера сделал, давайте юнитов. Давайте топорщика тут, а лучника я пока апгрейдить буду лучников. То есть мне не хватит просто дерева на всех. Я не хочу тратить его пока. так, подожду, тут я хочу вот этими юнитами пойти, ну, медить. Вот я эту деревню вынесу, а, тут, кстати, плюс еще варварское, блин, тут варварское нашествие, а где оно может быть? Тут где-то варварское нашествие, давайте я, наверное, постою. еще не как подставил. Сюда подойду, все равно апнусь, фокус, через речку нафиг надо лечиться, дать на фокус. У меня очень много военных очков, я думаю, что их надо использовать, так что у нас с рабочими этот бараки закончил, да? Давайте Одион культуру надо повышать. И давайте вот этого я, наверное, отправлю дорогу проводить в Брундизиум. он у нас не соединен. Так, что мне здесь сделать? Есть каменоломни, каменоломни, потом тут лесопилку, тут очень много тут это вот все кусты, тут невозможно ничего вменяемого, лесопилка на кустах не строится, так, где у нас каменоломни, вот она, ну и здесь просто продолжаю каменоломни тоже делать, даже один приказ еще остался, ну, пожалуй, закончу ход, не буду ни на что тратить его, как-то попытаться через посла чем-нибудь поторговать, например, со Сирией, а, блин, два, а что два приказа это стоит, что за хрень, и вот тут жалко, что нельзя никак выбрать, чем торговать, ладно, закончу тогда, то есть ты как бы посылаешь посла, и тебе потом приходит предложение о торговле, не знаю, на чем это основывается, я вот сюда встал, так, бежит там все, потому что тут где-то типа нашествие варваров рейд, о, еще дочку, блин, и умерла жена, фигня, да, и у нас больше нету шпиона мастера, никого не выбрать, вот же ж, блин, неудачно, но две наследницы есть, я думаю, что он еще раз женится, блин, я даже не знаю, где лучше, давайте я гляну на всякий пожарный как-нибудь, ладно, давайте, давайте поглубже, город поставлю, город поставлю, и это у нас фабии будут, нашел речку новую, да, хорошо, что я глубоко поставил, могу до этого золота дотянуться, неаполь, рабочего делаем, так, ну что, у нас уже восемь городов, да, в Карфагене восемь законов принято, в Египте всего четыре, очевидно, у них цивиков очень мало, я только Персию еще не встретил, так, архив, давайте юнитов построим, нет, дофига железа, так, здесь бы я спеца сюда сделал, так, здесь добиваем этого парня, он надоел мне все рушить, слушайте, больно как-то он бьется, нет, наверное, надо с этим разбираться, что-то я не вижу, что тут кто-то бежал, может, они чуть позже появятся, это там дорогу, наверное, продолжу дорогу делать, это важно, этот лесопилку доделал, нет, не лесопилку, наверное, пока еще одну лесопилку сделаю, а потом барак тут сделаю, эту эту можно апнуть, в лучника, только я подойду сначала чуть ближе сюда, ну и давайте мечника апнем, у нас как раз остается три приказа, теперь я хочу попробовать торговую миссию в Ассирию, 100 цивиков стоит, кстати, дороговато, дороговато, так, а тут все равно два приказа, что так дорого стоит, что так дорого стоит все вот эти действия, раньше, по-моему, один приказ было, а теперь все, два приказа, хотя, как там война Египта с Карфагеном, да, смотрите, как тормозит вообще, да, конечно, тут им надо что-то с оптимизацией делать, блин, Карфаген вообще никакой, ну, по развитию, ух ты, на следующий же год король Переандр в Греции умер, явно не просто так, так, теперь мы можем плантации ставить, у нас там несколько улучшений для этого, так, машина, и мы тут сможем анаграф строить, но я бы форт смирять город, рынок, рынок, дофига денег, кстати, почему он так, а, это он, нам, он поразрушил кучу, да, там, этих шахт, блин, не знаю, я бы, наверное, все-таки доктрину открыл, храмы и еще одну, как тут дорога есть, да, еще один закон, в принципе, это неплохо, так, вот эту надо починить, вот эти две шахты нам очень много денег дают, а эта тварь нам их порой, сразу 59 стало, было 23, так, тут у нас амфитеатр, вот тут плантацию, плюс 60 процентов близлежащим монастырям, то есть, вот тут надо будет монастырь делать, я, по-моему, пока его, не могу, кстати, монастырь я уже могу делать, тут ресурсы есть, но тут города невозможно поставить, в принципе, интересно, для чего они тогда спрашиваются, так, форум готов, но специалистов тут пока некуда, поэтому архив, тем не рекомендуют фестиваль, у нас тут второго уровня минус, по минус 5 процентов, давайте пока архив все-таки, как-то больно, больно, так, но этого я добью вот так, славный, король кс-а славный, пожалуй, сюда встану, буду через речку стоять, да блин, я сюда, а вот сюда я уже не кликал, интересно, где же все-таки этот рейд происходит, так, ну и этим лучником потихоньку подходит, что-то у меня дофига осталось приказов, так, есть шпион, шпиона все еще нету никакого, канцлер, можем, кстати, подарок семье какой-нибудь, у нас с кем-нибудь есть плохие отношения, прям, с клавдиями 112, давайте попробуем клавдиям 400 монет, ну аж куда мне их, куда мне сейчас еще деньги тратить, в принципе, пока никуда, я бы дал клавдиям, еще, конечно, послами, не, ну ладно, давайте подождем, посмотрим, что там за, что будет, какая торговля, давайте попробуем этого и за, блин, 100 цивиков, заново замуж выдать нашего наследника, давайте, за клавдиям глянем, предложение, заканчиваем, вот, так, с этим альянс, с этими перемирия, слушайте, ну я уже треть, треть игры пройдена, а, до победы далеко, Египет требует, чтобы я войну в Вавилону объявил, к сожалению, нет, нет, да, ну, пока плист, то есть, более-менее, так, состязание поэтов, это повысилось время еще на один уровень культура, значит, пересилить свой страх и принять участие в состязании поэтов, у КС плюс одна к храбрости, ну, в принципе, мне кажется, это нафиг надо, вот, плюс один к мудрости, это прикольнее, все-таки наука, плюс шесть, плюс, включайте, плюс десять науки вход станет, и харизма, цивики, нет, я все-таки хочу науку, да, 104, и предложение для наследника, мудрость, харизма, дисциплина, мудрость, харизма, дисциплина, абсолютно одинаковая, двадцать восемь лет, нет, двадцать один год, двадцать шесть, ну, мне Тулия Аритина больше нравится, так, отлично, ее кати шпионкой сразу можно определить, тоже неплохо, мы получили очень странный запрос, наши священники, манихейцы, верят, что правильная жертва откроет им секрет путешествия во времени, будем ли мы делать жертву, минус сто семьдесят еда, давайте попробуем, у меня еды что-то дофига, почему нет, а вдруг мы сможем путешествовать во времени, так, еще сейчас вот эту починим, смотрите, плюс пятьдесят, чиним эту шахту, плюс сто двадцать два, а вон, вон бегут ребята, нам надо этих ребят перехватывать, иначе с думидийцами там и потом разберемся, а вот с этими ребятами потом вряд ли получится, и как прибегут все грабить, все мы сейчас мумидийцев добьем, я думаю, нет, не получилось, этого сюда лечим, а вот этих я бы перебрасывал к капуе, берему пододвинем, еще события, ну, это обычное, типа, когда далеко, находятся, так, продолжаю дорогу проводить здесь, что у нас с рабочими, вообще у нас вот тут шах, слушайте, а тут была разграблена шахта, блин, наверное, шахта была разграблена, я пропустил, потому что явно она была там построена, вот, я могу уже легализм основать, выполнить амбицию, основать легализм, но я бы пораспространял религию, мне нужны приказы здесь, так что лучше подождем, а в антиуме, ну, продолжу юниты строить, на этот раз лучников, специалистов бы как-то, а, мне же надо религию в 8 городах распространить, кстати, тоже, так эти моя основная амбиция, эти-то наследственные, о, король заболел, так, ну, вот, собственно, мы установили торговые пути со Сирией, значит, ну, ассирийцы не особо счастливы, и они могут принять только подарок от нас, ну, наверное, я им дам подарок, я хочу улучшать отношения, нелегитимный ребенок появился, так, ну, и вот амбиция построить колосс или построить музей, музей дает 8 культуры вход, 2 очка, ну, это, это оба чудо, они оба дают 2 очка победы, 4 науки за уровень культуры, и требуются, и каждый старший специалист 4 культуры, требуется 400 дерева, 800 камня, и рядом с центром города, еще и культуру сильную, а колосс, один уровень новым юнитом, но это явно не для этого города, тут, наверное, музей лучше, каждый присоединенный город плюс 4 цивика вход, ну, тоже, это не так много, на самом деле, давайте, музей попробуем, так, заканчиваем тут с намедийцами, ну, в общем, прикол в том, что мы, как бы, победили там намедийцев, но они уже часть жителей Рима, и вот в Брундизе вспыкнули беспорядки по этому поводу, но мы, то есть, мы либо заплатим 110 еды и 360 денег, чтобы ничего не происходило, либо появляется 3 восставших юнита рядом с Брундизиум, либо подвергнуть Брундизиум огню, плюс 2 легитимности, и король становится ну, как его, жестоким, наверное, давайте заплатим, чтобы ничего подобного не происходило, так, тут лечим юниты, так, все-таки здесь есть помощь, если соседний юнит стоит, я хочу глянуть, а-а, наверное, атака с фланга, если только сзади будет, ну-ка глянем, так, если, нет, тоже ничего нету, надеялся, Крит пройдет, и он умрет, так, шахту, тут отправляемся распространять религию, давайте в Антиум, пять населений, один специалист, то есть тут шесть, ну и там шесть, ладно, восьте и следующего, по идее, религия и сама автоматически распространяется, 10% шанс в год распространения религии на новые города, видите, за раз тризме шесть городов, часть 7 даже всего христианства два города, маниахизм два города, а иудаизм уже, кстати, четыре, хотя я распространил только, а где четвертый тогда? Кстати, в Антиуме он не распространился, похоже, или я не нажал, вот, теперь распространился, восьте он уже тоже есть сам по себе, тогда я, наверное, следующий, да и варей, варейте у меня уже есть, тогда я следующего, наверное, дисайпла сделаю, чтобы он легализм принял, минус два, королева будет подозревать короля, продать, ну, короче, там, где легитимный ребенок родился, там дали ожерелье красиво продаем, долго рассказывать, так, вот теперь я хочу бараки построить, пожалуй, наверное, вот здесь, ну, я вот тут могу музей попробовать, да, даже игра рекомендует здесь музей, но там куча требуется 400 дерева и 800 камня, все, кстати, вполне достижимо, поэтому колизей, а давайте я колизей построю реально тут, потому что уже, то есть, это третий уровень строительства зданий на культуру, вот, чтобы вы понимали, то есть, Одиум это первый уровень, амфитеатр второй, колизей будет третьего уровня, и это благодаря тому, что в Риме уже очень сильная культура, я, кстати, за это тоже очки должен иметь, вот, видите, одно, три очка, за то, что у нас один город с сильной культурой, в Оретеуме фермера сделал, каменотеса, ну, лучника точно нет, фестиваль тоже не хочу, давайте, наверное, каменотеса, нам специалисты нужны, видите, тоже одна из амбиций, выполняем, апнул юнит, так, что у нас еще поломано, гарнизон поломан, у нас, кстати, так не появилось, не появилось еще до сих пор, губернатора среди юлиев нормального, так, этим мы вот эту лаванду добываем, есть светилище, еще лесопилку, и винишко добываем, все, три приказа, 755 денег, отношения плюс два, ну, что, попробовать еще торговлю отправить, кассире, так, давайте, а вдруг, блин, ну, если он опять 750 монет, попробуй, потребует, ну, это ж, трындец, спонсирую, ассирийскую военщину, только, на ровном месте, так, король больше не болеет, сколько котелет, 57, новости тренировок, тренировок, там, по поводу того, как биться на колесницах, в общем, можем выбрать, либо колесница плюс 5 процентов к атаке, либо дальность видения и перемещения на плюс, давайте, наверное, перемещение, новую эту получим, так, специальный гость, в египетском городе, в Ассете, ну, это, кстати, столица, проходит, недельный фестиваль, который, как ожидается, соберет людей из-за пределов города, чтобы отпрашивать нашу дружбу, посланник, египетский посланник, приглашает вас в Ассет, как специального гостя, так как вы знаменитый строитель, много архитекторов, мечтают встретиться с вами, так, значит, либо мы встречаемся с архитекторами, чтобы обсудить материалы, из которых строится, либо встретиться за всякими напитками, чтобы чему-то научиться, либо мы просто отказываемся, но я бы, честно говоря, вот это выбрал, потому что это дает камень, студия, слушайте, а камень и так, там мне, мне скорее дерево надо, я, наверное, камень и так соберу, тогда давайте цивики, тем более мы сейчас легализм будем принимать, обрабатываем благовоние, продолжаем дорогу, уже объединить дорогами всех, кстати, а считается ли Неаполис, а считается, это хорошо, в Брундизе рабочего я доделал, давайте, наверное, форум, потом архив, так, стоп, у нас там, о, колеси, вот я могу сюда колесницу поставить, и она будет каждый год получать 20, экспо, хотя бы, обратите внимание, в колеснице нету, анимации, еще, еще, Так, этого лечим. Ммм, один, этот стоит здесь. Ну, слушайте, ладно, я пока не хочу, посмотрю, что рабочие могут сделать. Шахта, шахта. Давайте ускорим. Видите, один ход, это способность моего лидера, как строителя, я могу двух рабочих на одной клетке использовать. Так, а тут построено, да? И чтобы получать... Эту фигню сюда надо специалисты еще посадить. Будет. Давайте вот... Давайте, наверное, так пока. Два десайпла, а потом тут специалиста. И этим рабочим ускорим колизей. Так. Лесопилку, наверное, ускорю. Давайте лесопилку. Мне нужна куча дерева. Семь приказов, да? Тут у нас греки. О, кстати, а тут какое-то место под город, может, я смогу тут занять. Первый контакт с Персией. Ну, давайте просто перемирие. Ага, ну тут Персия занимает место. Интересно, Персия воюет с греком? Только с ними... Да, с греком воюют, действительно. Ну, греки и ассирийцы тут лидеры. Я даже некоторым срисовер рад, что я как бы от них через речку. Ладно, пойду к этому городу. Давайте все-таки попробуем внедриться в Ассирию. Блин, 500 монет. Может, пока... Нет, давайте, ладно, пока не буду. Все-таки что-то как-то... Как-то дорого. Я в грейдиться не буду тут пока в лучника. Ладно, закончу ход. Ну, потому что это... Трата дерева. Ну, закончу ход и закончу, наверное, серию. Тут под два часа получается. Видите? Нету стрима, так и играется. И играется себе спокойно. Смотрите, странно. А почему вот распространить религию 8, а у меня только 2 из 8, хотя у меня, по-моему, там 5 городов? То есть считается вот именно, когда я своими руками распространю, Персия, перемирие с нумидийцами, командир Фабиус, смелость, и канцлер в иудаизм переконвертилась. Открыл доктрину. Это мы сможем храмы строить. Ну, любые храмы, которые в этом городе распространены. Религии. Ну, я бы, честно говоря, попробовал тихий воровать. Тоже интересно попробовать. Там scholar, что-то там надо открыть. Я только хочу найти, где он. Вот scholarship. Сюда сделано правильно. Ага, значит, никакая тихая. Так, это просто 12 приказов. Это мне не надо, мне кажется. Тогда, тогда это укрепление города. Ну, порт Кулис и батл Лайн. Давайте посмотрим, куда оно ведет. Да, блин, че. Можно как-то дерево технологий подвигать? Ну, реально не двигается. То есть, вот там где-то эти тихи внизу, вот там. А, вот порт Кулис. Нет, вру. Вот порт Кулис, вот батл. Иначе она не двигается. Это ведет к архитектуре. Тут у нас бани, философия, инженерное дело. Это ведет к длиннолучникам. Ну, и, соответственно, это более сильный юнит для эксманов, да? А, на батл Лайн, наверное, давайте открывать. Я боюсь войны. Диалог между религиями. Иудаизм и манихизм установили дружеские отношения в аретиуме. даже вот в иудейском храме проходят молельные молельные сессии для обоих религий. А маниахейские школы приглашают иудеев преподавать в них. Ну, круто. Надо как-то поддерживать. А вот благодаря тому, что у нашего короля трейд есть ненабожный, такой благочестивый, то можем получить что такое минус 40 отношения А, это тех, у которых трейд в Антон. Плюс харизму можем получить. Либо плюс 20 отношения с иудаизмом и манихизмом, либо 240 цивиков. Хм. Нужна ли мне... Ну, и тут еще плюс 40, кстати... Нет, подождите. Тут плюс 40 культур и варить плюс одна легитимность и тоже плюс 20 отношения. Или 240 цивиков. Ну, понятно, что между этим и этим я только это выберу. 40 культуры либо 200... Ну, грубо говоря, выбираю между 40 культур и в одном городе, либо 200... цивиков возьму. Так. Выбираем закон. Толерантность или ортодоксия? я бы толерантность сделал. Видите... минус одно несчастье во всех городах. Правда, содержание... Ну, тут и то, и то содержание цивиков требует толерантности. ну-ка, ну-ка, как у нас вообще со счастьем. Тут уже четвертого уровня несчастья, между прочим, минус 15%, плюс 8,6. нефигово, я вам хочу сказать. Это нефигово. Ну все, все-таки закончу на этом серию. Спасибо, что смотрите, играйте в умные игры, впечатления в комментариях. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.